Всем привет! Это меховое ателье. У нас в работе вот такая вот джинсовка. Идея сделать к этой джинсовой курточке, она утепленная искусственным мехом, сделать воротничок и меховые манжеты. Собирать все это будем мы из жилета Песцова, которые были вот модные достаточно давно, ну недавно, извините, их очень много, и вот девушка уже его наносилась, носить не хочет, поэтому мы сделаем опушку и манжет, а в дальнейшем может быть и утеплем этим жилетом уже все изделие. Но на заметку берите, что можно так делать. Внутри куртка выглядит вот таким образом, утепленные рукавчики, поэтому как бы все кстати будет, манжеты меховые будут тоже в тему. Ну и продолжаем. Так как жилет мы уже немножко начали пороть и резать, поэтому хочу показать, напомнить, что такие жилетки вот все носят у нас сейчас. И девушка уже его наносила, немножко потерла, и наша задача выбрать из него количество меха для воротника и манжеты, сэкономить еще на вторую куртку для ее мамочки. Куртка окончена, мы уже закончили работу над ней, и хочу вам показать сколько пошло меха вот с этого жилета. Два участка меховых. Ну вот на полках тут три пошло для того, чтобы скроить два манжета и наш воротничок. А теперь смотрите уже готовое изделие на манекене. Наша джинсовая курточка готова. Как видите, очень интересная, стильная получилась. Ее мех дополняет и украшает, а также очень теплая, так как мы заменили внутреннюю подкладу тоже на искусственный мех, но более плотный, теплый и поставили его в рукава. И вот наша подклада внутри нашей курточки. Вот такой синтетический мех, но достаточно плотный, теплый, уютный. А был у нас вот такой мех. Я сразу не сняла, так как мы изначально не планировали менять подклад. А потом все-таки клиентка решила в процессе, а это было в рукавах. То есть, конечно, она теплая, продуваемая все. А сейчас, я думаю, уравновесится меховой воротник с внутренней подкладой и будет все окей. Кому понравилась наша работа, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok